Приветствую, дорогие друзья! С вами Елена Викторовна. На YouTube меня зовут Елена Вогни. И мы с вами подробно по полочкам раскладываем абсолютно всю английскую грамматику для начинающих. Процесс этот не быстрый, как вы понимаете, но быстро только кошки родятся. Если вы действительно хотите получить основательные знания, готовьтесь, друзья мои, немножечко поработать. Может быть, это будет несколько месяцев, может быть, чуть дольше. Итак, мы с вами продолжаем говорить о порядке слов в английском предложении, а точнее о формальном подлежащем в Unity номер 38 по грамматике Essential Grammar in Use. Напомню, это второе издание, издание, по которому я делаю уроки. Так вот, мы с вами разбираем такое формальное подлежащее, как it. Alright, let's get started. Давайте начинать. Что такое формальное подлежащее? Это такая вещь, которая на русский не переводится, на английский не переводится, но нужно оно, потому что такова структура предложения. Мы с вами уже хорошо знаем о том, что в английском языке не бывает предложений без подлежащего и без сказуемого. Подлежащее – это автор действия, сказуемое – это то действие, которое он выполняет, при этом действие обязательно в каком-то времени, в настоящем, в прошлом или в будущем. Так вот, бывает часто в английском языке такая ситуация, когда нужно чем-то заполнить вот это место, которое является подлежащим, но по смыслу ни одно слово туда не подходит. Именно в таких ситуациях мы с вами вспоминаем о формальных подлежащих. Мы с вами подробно разобрали формальное подлежащее there, о котором говорили в предыдущих юнитах, и теперь очередь говорить о формальном подлежащем it. Оно очень часто используется в английских предложениях, на русский дословно оно не переводится, и вам нужно, конечно же, запоминать те ситуации, когда нужно ставить it, нужно это формальное подлежащее. Давайте разбираться. Итак, мы используем it, когда говорим о времени, time, о днях, day, о расстоянии, distance и о погоде, weather. Давайте смотреть примеры. Итак, когда мы говорим о времени, например, как сказать, который час? В английском языке фраза будет звучать так. То, что не переводится на русский язык. Is привязывает предложение к сейчас, то есть, который час, какое время, сейчас. А it – это просто подлежащее, вот эта пустая полочка, которую нужно было чем-то заполнить, потому что what time – это вопросительная связка. Исказуемое, а подлежащее, ничего кроме it здесь не подходит, друзья мои. Теперь мы скажем утверждение. Пол-одиннадцатого, как мы скажем это по-английски. По-английски фраза грамматически звучит так. Это есть пол-одиннадцатого. То есть, то, что пол-одиннадцатого, то, что несёт смысл, это всё, друзья мои, дополнение. А пустую полочку для подлежащего занимает слово it. Слово is – это наше сказуемое, и оно привязывает всю ситуацию к настоящему. То есть, it's не переводится на русский абсолютно никак, но нужно его ставить. Если вы скажете half past ten, ну, в разговорном варианте эта фраза ещё будет приемлема, но грамматически, конечно же, нужно добавить подлежащее сказуемое. It's half past ten. Если я скажу, например, не конкретно, который час, а в целом, поздно, это будет звучать так. It's late. Дословно, это есть поздно. Просто само по себе late – это не предложение, друзья мои. Предложение – это it is late. It – подлежащее и сказуемое дополнение late. Или, например, можно сказать так. Пора идти домой. То есть, какое, что за время сейчас? Время идти домой. Фраза будет звучать так. It's time to go home. Время идти домой – всё это дополнение, друзья мои. Time to go home. Но, чтобы дополнение заиграло, чтобы оно превратилось в предложение, добавляем формальное, подлежащее it, и к нему вариант глагола be. Так как мы всё хотим привязать к настоящему, добавляем be в форме is. It's time to go home. Запомните эти примеры, друзья мои. Постепенно вы начнёте интуитивно чувствовать, когда, в каком случае нужно формальное подлежащее. Но пока ориентируйтесь на то, что каждое место в английском предложении должно быть заполнено. Должно быть подлежащее – то, кто делает действие. Должно быть сказуемое – какое именно действие. Должно быть или не должно – дополнение. То есть, какие-то поясняющие моменты к подлежащему и сказуемому. Но когда весь смысл лежит в дополнении, мы добавляем формальное подлежащее it. Ну и вспомогательный глагол, конечно же, тоже без этого не обойтись, друзья мои. Мы можем говорить о дне. Например, как задать вопрос. Какой сегодня день? What day is it? Какой день? Это всё вопросительная связка. Это ещё не вопрос. Чтобы вопросительная связка стала частью вопроса, нужно добавить подлежащее и сказуемое. Формальное подлежащее it – к нему сказуемое is. Is привязывает наш вопрос к настоящему. It просто занимает своё место, чтобы предложение было правильным. Если я скажу what day is – это не вопрос, друзья мои. Если я скажу what day – это не вопрос. Это вообще какой-то кусок, который никто не поймёт. Если я скажу what day it – это тоже будет ерунда. Но вопрос what day is it имеет смысл. И звучит он так же само, как для нас. Какой сегодня день? Ответов может быть несколько. Мы можем сказать, какой день недели. Например, четверг. Это будет звучать не просто Thursday. Это будет звучать как it's Thursday. Сегодня четверг. Можем указать дату. Например, 16 марта. Это будет звучать как it's the 16th of March. It's – формальное подлежащее. А Thursday или 16 марта, 16th of March – это дополнение. Или it was my birthday yesterday. Вчера был мой день рождения. Я добавляю формальное подлежащее it. С ним использую слово was. Почему? Потому что я говорю о том, что было вчера. My birthday – моё день рождения. Мой день рождения. Yesterday – помогает понять, что предложение лежит в плоскости прошлого времени. Можем говорить о расстоянии. Например, it's three miles from our house to the city center. Вот наш дом. Вот центр города. City center. У нас, кстати, в Одессе есть торговый центр, который называется city center. И от моего дома до него, мне кажется, как раз около трёх миль. Поэтому предложение будто обо мне. Я могу сказать так. It's three miles from my house to the city center. Всего лишь три мили, три километра, четыре километра, да, от моего дома до city center. Весь смысл у нас лежит в дополнении. Три мили откуда-то до туда-то. Формальная подлежащая it – к нему is, потому что сейчас от моего дома всего лишь три мили до центра. Ни завтра, ни из какого-то другого дома. Именно сейчас всё это является для меня истиной. Ещё один пример. Как далеко или далеко ли от Лондона до Бристоля? От Лондона до Бристоля from London to Bristol. Это всё дополнение. Далеко ли? How far или как далеко? Так звучит этот вопрос в английском языке. И вот оно наше. Is it – наше формальное подлежащее, формальное сказуемое, которые превращают куски how far и from London to Bristol в единое целое предложение. Это, по сути, друзья мои, это формальное подлежащее, ну, как клей, который помогает склеить слова в целое нормальное предложение. Если вы скажете how far from London to Bristol, это будет ошибка. Если вы скажете how far is from London to Bristol, это тоже будет ошибкой. Должно быть, что-то обязательно должно стоять на месте подлежащего. Если вам удастся перестроить предложение от слова London или от слова Bristol, молодцы, но, честно говоря, в данном случае это практически невозможно сделать. Можно сказать is London far from Bristol? Лондон далеко от Bristol, но предложение уже, согласитесь, звучит немного по-другому. Или is Bristol far from London? Ну, если задать вопрос именно так, далеко ли от Лондона до Бристоля, мы должны задавать его так. How far is it? И дополнение. It's a long way from here to the station. Отсюда до станции далеко. Нет в данном случае, в русском языке, например, подлежащего. Всё это дополнение. Никто не делает никакого действия в данном предложении. Мы просто говорим о каких-то фактах, о каких-то, скажем так, абстрактных вещах. О расстояниях. Да? Отсюда до станции далеко. Нет ни автора действия, ни действия. Это в русском. В английском мы так никогда не делаем, друзья мои. Обязательно добавляем формальное подлежащее it. К нему добавляем, прилипает к нему вспомогательный глагол is, чтобы всё предложение разместить в настоящем времени. Всё остальное, всё, что несёт смысл, это дополнение. It's. А дальше смысл. A long way from here to the station. Не будет it's. Никто не поймёт, к чему привязаны слова, словосочетания long way from here to the station. Они как будто зависли в воздухе и не относятся ни к какому времени, друзья мои. Поэтому не делаем таких ошибок и запоминаем ещё один полезный пример. И заканчиваем разбирать эту колонку. We can walk home. It isn't far. Можем идти домой пешком. Это недалеко. Или здесь недалеко. Или нам недалеко. Вот для того, чтобы сказать, что недалеко, мы не можем просто сказать not far. Мы должны добавить it. И для англичанин звучит предложение как это есть недалеко. It is not far. Но вы обратили внимание, мы используем слово far в вопросах. Is it far? Это далеко. Или how far is it? Насколько это далеко. Мы можем использовать слово far в отрицаниях. It isn't far. Это недалеко. И запоминаем, что far соотносится с дальними дистанциями. По-русски слово далеко. Также используем связку a long way. Тоже в значении далеко. Долгий путь. Но только в утверждениях. It's a long way. Это далеко. Или это долгий путь. A long way не стоит в вопросах и в отрицаниях. What's next? Что у нас ещё? Let's speak about weather. Давайте ещё о погоде поговорим. Ну, очень часто природные явления, такие как дождь, снег, жарко, холодно, темно, светло, в английском языке даются через формальное подлежащее. По-русски, скажем, идёт дождь. По-английски it is raining. Скажем, нет дождя. Для них это it isn't raining. Снег. Они скажут it is snowing. Или идёт снег. Это вопрос. Is it snowing? Запоминаем, друзья мои, что то, что по-русски звучит как идёт дождь или идёт снег, в английском всегда даётся в связке с формальным подлежащим it. It и нужная форма глагола rain и глагола snow. Обратите внимание, rain и snow в данном случае это глаголы. Если я хочу, например, сказать «здесь часто идёт дождь». По-английски это звучит как «это дождит много здесь». Смысла вообще никакого. Но если откинуть отсутствие дословного перевода, получаем вполне красивую для англичанин фразу «it rains a lot here». Здесь часто идёт дождь. На русский дословно не переводим её. Формальное подлежащее it, потом глагол rain в нужной форме, который на русский переводится как «идёт дождь», и дополнение «a lot here» здесь часто. Вчера не шёл дождь. Запоминаем, что здесь «шёл» не переводится как «go» в английском. «Дождь ножками не ходит», они так не говорят. Они просто используют глагол rain в связке с it. It didn't rain yesterday. Вчера не шёл дождь. Всё это, друзья мои, только запоминаем. Это нужно запоминать. Логики для нас, для русскоговорящих, здесь никакой. Для англичан логика, конечно, есть. Ещё один пример. Тут часто идёт снег. Идёт снег, значит, это будет глагол snow в связке с it. Does it snow very often? Снег часто идёт. Does it snow? Does it snow? It формальное подлежащее идёт с глаголом snow. Ну и, как я вам сказала, всё, что связано с температурными режимами, с облаками, тучами, ветром, в общем, с природными кондициями, всё это тоже идёт с формальным подлежащим it. Видите, какое оно многофункциональное. Чтобы сказать тепло, я скажу it is warm или it's warm. Чтобы сказать жарко, я скажу it's hot. Чтобы сказать холодно, я скажу it's cold. Отлично, it's fine. Облачно, it's cloudy. Ветрено, it's windy. Солнечно, it's sunny. Туманно, it's foggy. Мрачно, it's dark. И так далее, друзья мои. Это то, чего нет в русском. В русском это называется безличное предложение. Нет никого, кто бы его выполнил. В английском языке роль личности заполняет собой слово it, которое просто занимает пустующую ячейку, которая обязательно должна быть чем-то заполнена. Ещё один пример. It's a nice day today. Сегодня отличный денёк. То есть, кто делает это действие? Нет автора действия. Когда оно произошло? Произошло сейчас, да? Сегодня хороший денёк. Поэтому даём it к нему в связке is и всё остальное дополнение. Это есть отличный денёк сегодня. It's a sunny day today. Друзья мои, это всё нужно помнить. Давайте сравним несколько примеров, где используем такие уже знакомые для нас формальные подлежащие, как it и there. It rains a lot in winter. Часто идёт дождь зимой в Англии, да? There is a lot of rain in winter. Дождь. Дождя много зимой. It rains. It идёт в связке с глаголом rain. Мы с вами уже это знаем, друзья мои. Дождь часто есть зимой. Когда у нас появляется слово есть или хоть какой-то намёк, что что-то где-то есть, мы уже не пользуемся словом it, мы уже пользуемся словом there. Обратите внимание, что после there у нас здесь идёт существительное. После it у нас идёт глагол. Или, например, может быть не глагол, а какое-то прилагательное. Было очень ветрено. Был сильный ветер вчера. Похожая ситуация, только говорим о прошлом. Было ветрено. Как? В связке с формальным подлежащим it мы используем наречие. Ветре, но. Как? В связке со словом there мы используем существительное. Был ветер. Ветер был вчера. Окей, let's learn some more useful expressions. Давайте выучим ещё парочку полезных выражений, когда вам пригодится формальное подлежащее it. Обычно мы говорим, например, It's nice to. Это мило. Я вам скажу It's nice to see you. Я рада вас увидеть. Мне приятно вас увидеть. It's nice. Это приятно. Так вот, когда ещё используется связка it's. It's easy. Это легко. Легко. Например, It's easy to learn English. Легко учить английский. Я по-русски говорю легко учить, по-английски говорю It's easy to learn. Это легко учить. It's difficult. Это сложно. It's impossible. Это невозможно. It's dangerous. Это опасно. It's safe. Это безопасно. Когда мы так говорим, то мы даём частицу to и после неё даём. Какой-то другой глагол в начальной форме, в форме инфинитива. Это, думаю, вам тоже уже будет знакомо. Ещё можно сказать It's expensive. Это дорого. It's interesting. Это интересно. It's nice. Уже знаем. It's wonderful. Это великолепно. Это великолепно. It's terrible. Это ужасно. Таких выражений можно вспомнить, думаю, ещё целую кучу. Пока что для начала вам хватит. Если какие-то из слов вам не знакомы, друзья мои, не печальтесь. Просто нужно их выучить. Пополняйте свой словарный запас. Давайте смотреть, как это выглядит в предложениях. It's nice to see again. Это очень приятно видеть вас снова. Формальное подлежащее it, потом к нему вспомогательный глагол is, потом наречие nice, мило, приятно и всё остальное дополнение. Увидеть вас снова. It не переводится, но обращает наше внимание, что переводить мы будем вот то, что идёт во второй части предложения. Увидеть вас снова. It's impossible to understand her. Невозможно понять её. Дословно, это невозможно понять её. It намекает нам на то, что самая важная часть в этом предложении по смыслу лежит в конце. Понять её сложно. It's impossible to understand her. По-русски мы можем поменять местами эти части предложения. Можно сказать, сложно её понять. Можно сказать, её понять сложно. В английском языке так нельзя, друзья мои. Надо сказать it, потом сказать is, потому что сейчас её сложно понять. Потом impossible, то есть невозможно или сложно. И что сделать? To understand her. Понять её. Частица to здесь обязательно. Перед глаголом она должна стоять. It wasn't easy to find your house. Было нелегко найти ваш дом. Это было нелегко. Что сделать? Найти ваш дом. To find your house. Друзья мои, предложение получилось уже достаточно сложным. И я рада, что мы наконец-то с вами умеем говорить даже вот такими вот серьёзными предложениями, как те, которые мы разбираем в пункте B. Это было нелегко. It wasn't easy. Было нелегко что? To find your house. Найти ваш дом. It не переводится, но намекает нам на то, что всё самое важное лежит в конце, друзья мои. Ну и, конечно, вам лишний раз повторяет автор Мёрфи. И повторяю я. Не забывайте слово it. Не забывайте. Это маленькое, коротенькое слово, всего лишь из двух букв, которое несёт такую важную, объединяющую, скрепляющую роль в предложении. Говорите it's raining again. Is it true? Это правда? Is it true? Не говорите is true. Друзья мои, юнит получился очень информативным. В нём очень много полезных выражений, которые не просто полезны, а мега полезны, потому что они часто используются в разговоре. Формальное подлежащее и для вас теперь не является загадкой, и для вас теперь не новость, зачем его нужно добавлять, тогда, когда в русском языке можно просто сделать пропуск. Так нужно, друзья мои. В английском языке так нужно. Именно поэтому и существует такая вещь, как формальное подлежащее. Материал получился достаточно объёмным, но я рада, что мы провели это время вместе, и я надеюсь, что после этого урока вам будет реально проще выражать свои мысли на английском языке. Занятия провела Елена Викторовна на YouTube. Меня зовут Елена Вогни. Подписывайтесь на мой канал, жмите кнопочку «Мне нравится» под видео. Оставляйте свои комментарии, если вам что-то непонятно. И обязательно смотрите уроки, делайте упражнения, чтобы закрепить материал. А теперь переходите к прослушиванию и повторению всех-всех-всех примеров этого юнита, которые озвучены носителями языка. До встречи. Goodbye. How far is it from London to Bristol? It's a long way from here to the station. We can walk home. It isn't far. It's raining. It isn't raining. Is it snowing? It rains a lot here. It didn't rain yesterday. Does it snow very often? It's warm. It's a nice day today. It rains a lot in winter. There is a lot of rain in winter. It was very windy. There was a strong wind yesterday. It's nice to see you again. It's impossible to understand her. It wasn't easy to find your house. Section C. It's raining again. Is it true that you're going away? Let's movement away. Продолжение следует...